Так лучше будет просто понимать формат. Добрый вечер, Сергей Евгеньевич. Закончилась сегодняшняя очередная, 16-я по счёту конференция, научная конференция, которая проводится в память о известном, выдающемся педагоге Евгеньевиче Макое. И как вы оцениваете вообще вот этот исторический рубеж, даже 16 конференций, на ваш взгляд, насколько успешна эта конференция, насколько она актуальна сегодня? Ну, если вспомнить просто такую ретроспективу, выражаясь языком, анализа того, что было, то поначалу мы просто проводили и говорили, не знаю, сколько лет, просто вообще абстрактно о самбо, вспоминали Чумакову, каким-то образом пытались вспомнить то бревно, которое мы все с ним несли. И в какой-то момент я для себя просто понял, что в будущем такой вот формы проведения конференции, ну, скажем, ветераны уже, как бы, и многие уходят из жизни, к сожалению, ну и где-то они уже выдохлись вспоминать о том, как это было. И я, как бы, для себя задал себе такой вопрос, а чему служил Евгений Михайлович, то есть чем он занимался всю жизнь, но особенно вот эти 50 лет, когда он уже практически, когда он уже попал в ВУЗ, который он закончил, где он зачастил диссертацию и уже потом непосредственно занимался подготовкой, назовем так, педагогических и научных кадров. И да, он готовил вот новые поколения. Я для себя, специалистов, которые работают, ну, не только в самбо, которые работают в различных отраслях, и мне показалось, что сделать такой смотр-конкурс молодых талантов, специалистов, которые работают, которые учатся у нас, да, с которыми нам приходится сталкиваться, что это будет такая хорошая кузница именно вот этих научно-педагогических кадров, и будет некий такой вот смотр-конкурс, для чего мы на сегодняшний день там придумали, что мы наэкспериментировали, да, что мы исследовали. И мне кажется, что такая форма, она может жить и должна жить. С одной стороны, мы как бы перелеснули страницу и провели эту конференцию очередную, да, но для себя я уже сделал какие-то выводы, что бы я хотел поменять. То есть постоянно хочется каждое новое событие сделать его немножко каким-то отличным. Это как живой организм получается. Да, так же, как ребята учатся, то мы как организаторы, как непосредственно, ну, видите, уже появляются новые поколения, то есть вот те, кто сегодня практически сидел в жюри, это наши выпускники, мои выпускники, они уже занимают какие-то, ну, там, тренеры национальной сборной, директора института, то есть это те, которые, вот Артем Шахов Шахов вспоминает, что он говорит, я вот уже 10 лет здесь в разных амплуа, и как соискатель, и потом уже в жюри, и уже он привозит своих учеников, своих маленьких, молодых, молодых своих ученых, которые здесь же докладывают. И это такая кузница хорошая, воспроизводство, давайте так, вот этого духа самбо, да, духа самбо и духа Чумакова, почему? Потому что, ну, я пробовал, я приглашал наших уважаемых ветеранов, и они почему-то, ну, может быть, это возрастное, неизвестно, как мы. Они воспринимают это не только как научную компенсацию, как просто вечер встречи ветеранов. Да, и они начинали этих ребят щипать, вот вы там измеряете активность мышцы при выполнении болевого приема, а где здесь Чумаков? И я, как курица, защищая своих птенцов, своих цыплят, крыльями закрываю, говорю, все, что связано с самбо, и в том числе, как выполняется болевой прием, и что в этот момент происходит в организме человека, все это имеет отношение к Чумакову, потому что Чумаков и самбо, ну, для меня это тоже детственные такие понятия, человек, который всю свою, ну, большую часть жизни отдал самбо, причем так вот действительно искренне, глубоко, и я считаю, что помимо вот тех докладов, важно вот эту хорошую, очень такую добрую атмосферу, то есть когда я посадил пригласил в жюри тех людей, которые вчерашние были докладчики на этой конференции, которые готовились и примеряли для себя мантию, уже там, ну вот. Но они близкие к этому. Да, они живут, вы видели, некоторые выступления были достаточно такими горячими, они не безразличны. Нет, выступления, да, дискуссии были горячими, но они менее агрессивно настроены на... То есть они, ну, как бы, и вы помните вот это заключительное заключительное слово, которое они говорили, что это были пожелания. То есть если, а, умеете защищать все, что вы сделали, б, умеете аргументированно вести эту полемику научную, научную, а это очень важно, то есть просто утверждение не подкреплено никакими фактами, научными фактами, научными исследованиями, объемом выборки, да, то есть оно, оно не имеет смысла, это просто, это просто разговор обывателей. Поэтому в данном случае я считаю, что, ну и мне, конечно, мечта, у меня, я хочу вот этот год, ну, следующий, как разминка, а в 21-м году Евгению Михайловичу исполняется 100 лет. 100 лет, и мне хочется сделать какую-то такую, какую-то вкусную конференцию, какую-то такую прям вот, ну, мне хотелось бы, чтобы там побольше иностранцев было, чтобы был какой-то синхронный перевод, может быть, что-то такое было, чтобы прям, вот прям круто-круто. И я думаю, что сейчас вот в целом ситуация, она складывается к тому, что это можно сделать, да, чтобы приехали хорошие специалисты, уважаемые специалисты, чтобы они ощутили, что вообще творится в нашем как бы мире, но вот, конечно, я буду готовить сильные доклады своих учеников, чтобы это были такие полноценные, хорошие доклады. Безусловно, я думаю, что вот все те сегодня, кто сидел жюри, я заставлю к этому времени, я думаю, что созрею до докторских, чтобы у них такие же пленарные, хорошие доклады были, такие фундаментальные. То есть, ну, не знаю, у меня такое внутреннее состояние, что 21 год мы сделаем каким-то особенным. То есть, вот этот столетие, ну, да, 100, да, представляете, такая хорошая дата, добрая дата, ну и, честно говоря, приятно, что так теперь у нас есть, как, ну, такой, хотя говорят, там, памятники, преклонения, там, каким-то символом, что это язычеством попахивает, еще что-то, я не считаю таковым. Понятно, что ехать на Тройкуровское кладбище, там, и к нам могилу, так сказать, возложить цветы, не всегда мы организационно это сможем делать, да, может быть, и не нужно. Это для семьи, ну, и для таких, в общем-то, близких людей. А здесь, около стены института, в этой аллее, тем более, видите, мы так прошлый год очень ударно потрудились, и по количеству персон, которые имеют отношение к самбо, но мы уже, наверное, здесь уже перевыполнили план, потому что помимо Ощепкова, Харлампева и Чумакова, которые непосредственно имеют отношение к нашему вузу, как я сегодня говорил, это и Давид Абрамович Тышлер, который, будучи студентом, тренировался у Чумакова, тоже, в общем-то, имел разряд по самбо, хотя, в общем-то, уважаемые и во всем мире известные фехтовальщики. И это Вик Николаевич Силуянов, который, ну, в общем-то, тоже эпоха за последние, там, 10-15 лет, ну, больше, 20 лет, то есть, вообще, я с ним начал работать с 96-го года, ну, вот, это такой народный памятник на деньги народу, да, люди просто собрали деньги, это не федерация, это не спонсор, это просто люди в шапку сложили эти деньги и отдали, в общем-то, дань памяти своему учителю. Поэтому, видите, сколько интересных людей в этой аллее, и Евгений Михайлович достойное место занимает в этом ряду, и я с превеликим удовольствием, и вообще, это, как бы, традиция, то есть, это и день рождения самбо, и новый набор, и новый выпуск, то есть, мы, вот, как традицию сделали, ну, и, конечно, день рождения Чумаковой конференции, то есть, видите, у нас уже есть такой ритуал, такие языческие, да, но я смеюсь. То есть, на самом деле, это приятно, это приятно, это же вопрос, что ощущают люди в тот момент, когда они подходят. То есть, это же... Сергей Евгеньевич, немножко сейчас вот... Ушли в сторону. Да, а сейчас хочется вот больше, как бы, конференции, и хотелось бы знать, вы, когда начиналась она, конференция, я имею в виду 16 лет назад, и сегодня, вы прошли тоже такой этап от периода, когда вы были в дзюдо, тренерской, деятельностью занимались, и сейчас, когда вы занимаетесь активной деятельностью в области самбо, насколько вот те научные изыскания, которые были предложены авторами, которые были озвучены, насколько они слились, или насколько они востребованы оказались в области самбо, дзюдо, насколько они стали актуальными, и какие, может быть, работы вы можете озвучить? Ну, знаете, я как бы сразу привел бы пример, как в свое время, написал тот же диплом, диссертацию, и, собственно говоря, я продолжаю, ничего здесь оригинального нет, и это очень, как бы, естественно, когда я задал вопрос, Сергей Михайлович, хотел бы писать под вашим руководством диплом. Он такой, все очень просто, вот люди об этом вспоминают, и Борисочкин, и Елисеев вспоминает, как... Он говорит, кем ты собираешься быть? Тренером. Хорошо. У тебя должна быть какая-то своя, как мы сегодня модно говорим, концепция. Свой какой-то подход к этому деятельности, какая-то должна быть своя фишечка. И также и свою диссертацию я выбирал и писал под его руководством. Сегодня то же самое, вот ребята, когда приходят, то есть это получается очень естественно. То есть не давя в беседе мы выясняем, а что же тревожит человека. И практически сегодня вот те доклады, которые вот вы слышали, видели, там Костя Югай пришел, ну вообще это судьба. То есть тема вот эта кумиката или борьбы за захват в самбо, она меня волновала давно, то есть у меня есть целые там семинары разработки по этому направлению. И вдруг звонок, Сергей Евгеньевич, вот Юкуб Комбалевич Коблев умер, а я у него писал в Дегейском институте значит диссертацию, но вот я узнал, что вот вы этим занимаетесь, не могли бы вы подхватить меня? Начали общаться и получилось хорошее, вкусное, практически чуть ли не с нуля подготовленное исследование. То есть все, видите, идет, оно как бы кто-то сверху... То есть такие работы они есть, да? Да, да. Они актуализируются или как-то воздействовались в процессе тренировки? Конечно, вот Стефан работает в школе, познакомился с ним, то есть вот опять тоже как бы такое проведение, да? Учился у него не наше физкультурное образование. Он пришел в институт повышения квалификации, переподготовки кадров. Мы познакомились, я был руководителем дипломного проекта, и потихонечку-потихонечку у нас уже почти готова диссертация. Он работает в школе, и вы видели, он много вопросов задавал, очень такой искренне, очень такое восторженное от того, чем он занимается. И те исследования, которые мы провели, прям вот спонтанно, да, мы говорили, мы начали говорить, ну что человеком движет, для чего нужно детям заниматься тем же самым в школу? Мы говорим, ну просто физическое развитие. Хорошо. Что нужно, что отличает самбо от других видов? Прикладные навыки. Хорошо. А что еще? Ну вот здесь мы вроде все проговорили, все, что касается Чумаков говорил, эмоции, положительные эмоции. То есть когда человек идет в зал, то есть он не просто так идет. Вот он получил какую-то порцию положительных эмоций, и он хочет еще. Ну, не очень хорошее сравнение, это как наркотик. Да, то есть человеку хорошо, он хочет еще. То есть он уже стал зависимым. Зависимым не от каких-то, так сказать, порочных вещей, а зависимым от хорошего, от занятий спорного двигателя активности. Просто я говорю, ну вот пять смайликов. От самого плохого до самого счастливого. Пять смайликов. Он придумал, как бы это было просто, у меня вот спонтанно вырвалась какая-то идея. Он ее материализовал, то есть он поставил на входе у зала все эти пять рожиц. И игра. Дети заходят, должны были... А дети искренние в этом. Тем более подвоха никакого не видели. И за счет большой выборки, то, что люди заходят в зал, а они нажимают и выходят. И в итоге у него получилась хорошая, такая громадная выборка. То есть состояние, что после занятий самбо люди выходили с хорошим настроением. То есть это говорит о том, что занятия самбо в том числе и влияют на эмоциональное состояние человека. Это очень важно. И таким образом у нас, видите, из маленьких кирпичиков получилось очень такое хорошее, вкусное исследование. Потому что, ну кто когда пытался измерить счастье? Как можно померить счастье? То есть невозможно померить. А здесь мы... Можно сказать, что самбо это измеритель счастья? Нет. Инструмент измерения счастья. Я опять же, видите, все время я вам перебрался, говоря, опять, так как это посвящено Чумакова, то есть в слову просто, как бы, сочетание положительной эмоции. То есть когда мы, управляя человеком, занимаясь его воспитанием, вызываем положительные эмоции, то я, по-моему, вам даже рассказывал, в каком-то девнадцатом году я у меня пригласил читать лекции на семинар в Тарту. И... Там было около 15 по детскому дзюдо. Там было около 15 европейских стран, то есть, ну, абсолютно разные, даже не соцлагеря, а вообще 15 стран. И когда такое сделали, там, пилотное исследование и раздали, и нужно выделить, проранжировать, каждый должен был участник проранжировать, что может повлиять на желание ребенка еще раз прийти в зал. Вот он пришел первый раз, осмотрелся, попробовал и ушел. И вот что может заставить его прийти в этот зал? Мотивирует, да? Да. И... Ну, там много было предложено, экзотика, такая какая-то мистическая атмосфера, тартами, какие-то символы на стенах, какие-то там... Большой массер. Плакаты, поезд, ритуалы, и там, ну, все перечислено. И, как ни странно, на первое место люди из различных вообще социальных систем, да, то есть возраста, опыта, на первом месте выявили тренера, роль тренера. Поэтому это необъяснимо, это пощупать невозможно. И если вот я прихожу и получаю положительные эмоции от общения с этим наставником, и это важно. И вот здесь, я думаю, что, ну, как бы, перебрасывая опять на нашу конференцию, что здесь есть как раз вот этот элемент наставничества, когда чуть-чуть опытные, которые прошли эту школу, они пытаются воспитать, ну, не себе подобных, а может быть даже лучших, то есть людей, которые, ну, в общем-то, пришли сюда, и им это нравится, и они готовы в этом жить, они готовы в этом остаться. Поэтому я думаю, что вот эта основная философия этой конференции, то есть, ну, я поддерживаю, подогреваю ее, безусловно, есть определенные какие-то технические сложности, организационные, но это такое детечко, которое я прям вот берегу, лелею, и дай бог, чтобы вот уже, как бы, там, новые поколения не так прочувствовали, подхватили и продолжали уже тогда, когда мы уже не в состоянии будем, или когда вообще нас этого, когда нас не будет. Ну, давайте мы не будем о грустном, а на той ноте, что, как вы сейчас озвучили, что большую роль играет учитель, да, а Евгений Михайлович олицетворял такую, да, роль учителя, мы закончим, да, подведем итог этой конференции, и пожелания на будущий год или молодым ученым, будущим ученым, кто хочет какое-то такое пожелание. Ну, я, знаете, вот, Евгений Михайлович всегда старался, чтобы то, чем он занимается, было таким достаточно простым, таким доступным, простым, но вот сегодня время показывает, что вот при всех вот этих вот особенностях, что да, ну, исследования, безусловно, не хватает некой фундаментальности. И вот сейчас, ну, во-первых, это как и должны быть инструментальные методики. Мы живем все-таки уже в 21 веке, и, конечно, бы хотелось от просто каких-то описательных методик перейти к каким-то серьезным, хорошим аппаратным исследованиям, каким-то таким фундаментальным исследованием. К сожалению, вот эта эпоха, мы не зря сегодня вспомнили про Асилу Янова, она уходит, да, людей, которые действительно такие, как мы говорим, очкарики в сандалиях, такие какие-то непонятные, встревоженной лысиной, там, непричесанной такой. то есть это вот такие вот фанатики, которые очень глубоко и хорошо знали. Ну, слава богу, у них и учителя были достойные. Но сегодня вот этой фундаментальности не хватает. К сожалению, слишком все поверхностно, слишком все быстро, так, скомкано. поэтому вот я как бы стараюсь сейчас исследовать своих там, соискателей, аспирантов, чтобы больше было вот этой вот доказуемости, больше было хорошей статистики, больше было инструментальных методик для того, чтобы это был какой-то новый, какой-то виток в развитии ну, нашего, нашего, нашей науки, нашего спорта, там, наших видов, единоборств. Поэтому вот для меня сейчас вот такой вот один из таких серьезных моментов. Ну, будем считать, что это пожелание будущим ученым. Спасибо большое, Сергей Ильич, и до новых встреч. Спасибо.